Ребята, пожалуй, 122. С копейками, 122 с копейками, 125 не пошел. Я сегодня тренируюсь в другом зале, зальчик крутой. Вот сейчас делаю встанную тягу, видите, какие здесь блинчики, левоковские. Поэтому гуд, гуд. 125 не пошел, кстати, потому что болят связки. Поборолся с ребятами на руки еще пару недель назад. И, блин, связки беспокоят. Старость, ребят, старость. Субтитры делал DimaTorzok 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 Ох, братцы, какую же я боль чувствую в связках, сухожилиях на канате. Это очень нестерпимая боль. После армрестлинга у меня просто вот руки отваливаются. Уже две недели не проходит, ребят. Канат – это такой снаряд, на котором, ребят, связки сухожилия играют решающее значение. И прокачиваются они намного лучше на данном снаряде, чем на перекладине. Поэтому те, кто хочет связки сухожилия укрепить, ребят, для натуралов это первично. И кто хочет впоследствии успешно бороться их на руки, иметь сильные руки, обязательно тренируйтесь на перекладине, на канате. Но канат для этих целей подходит значительно лучше, значительно результативнее. Поэтому пробуйте. Я, конечно, не армрестлер и далек от этого, да. Но периодически, как бы, кто предлагает там зарубиться, побороться, почему бы нет. Просто единственное, что потом очень сильно болят руки. Уже недели две не можешь полноценно тренироваться. Поэтому так, ребят, идем дальше. У меня последний подход и домой. Всем пока. Ну вот, ребят, завтра выходной. Заканчиваю тренировку уже поздней ночью. Времени практически 11 ночи. Почему не пошел на 125 в жиме? Кто-то мне скажет, ты же обещал пожать 125 без помощи ног и так далее. Ребят, поймите меня правильно. Я не машина, да, не робот. Если я поборолся на руках с ребятами неделю назад, это не значит, что у меня они восстановились за пару дней. Да, я прошлую неделю пропустил, как бы, не стал жать, потому что я думал, я восстановлюсь. Думал и эту неделю тоже, что все прошло. Ну нет, оказывается, начал разминаться и почувствовал в сухожилиях связках такую неприятную боль. Ну, кто боролся, знает на руках эту боль. То есть, о чем это говорит? Ну, это говорит, ребят, конечно, о том, что борьба на руках, если вы боретесь, да, если занимаетесь этим. У вас, конечно, если связки привыкшие уже, будете восстанавливаться быстрее. Но тем, кто этим не занимается, а я не занимаюсь армрестлингом, естественно, руки будут восстанавливаться намного дольше. Я это ощутил, уже пожав без помощи ног 122,5. То, что на связочки, на локтевые достаточно так нехило давит этот вес. Да, он как бы легко идет, но именно неприятная боль в связках. То есть, я 125-то бы точно сделал. Это, ну, вот, 100%. Вы сами видели, что 122 с копейками, с половиной зашли достаточно легко. Но всему свое время, ребят. Торопиться не будем. Как бы мы не рекорды ставим, мы занимаемся для здоровья, поэтому спешить некуда. Особенно, конечно, я на канате прочувствовал вот эту неприятную боль в связках после борьбы. И, то есть, благо, у меня как бы всего лишь две тренировки в неделю. И я до следующей тренировки, я надеюсь, восстановлюсь, отдохну. Ну, а там как пойдет. Все, братва, всем пока. Тренируйтесь, занимайтесь спортом. Будьте здоровы. Удачи.